Кто не слышал про искусственный интеллект и его достижения? Может ли компьютер нарисовать картину, сочинить музыку, придумать стихи? Сегодня мы говорим «может». Компьютер успешно осваивает области, которые раньше были доступны только человеку. Обыграть человека в игру, управлять автомобилем или самолетом – легко. Сегодня компьютер умеет и это. Чтобы компьютер успешно справлялся со все более сложными задачами, его нужно научить этому. На помощь приходят нейросетевые технологии, модели которых нейронные сети, способны к обучению так, как это делает наш мозг. Неудивительно, что сегодня компьютеры могут решать сложнейшие задачи не хуже или даже лучше, чем человек. Нейросетевые технологии переживают бурное развитие и молодеют. То, что раньше преподавалось только в аспирантуре, теперь доступно для школьников и студентов младших курсов. Поэтому для обучения по программе цифровой кафедры достаточно знаний школьной программы по математике и информатике. А всему остальному мы вас научим. Вы узнаете обо всех важных подходах и идеях машинного обучения и нейронных сетей. Мы научим вас решать основные задачи обработки изображений. По распознаванию, например, отличить кошку от собаки. По детекции – найти на фотографии лицо человека. По сегментации – выделить на медицинском снимке области с возможными опухолями. И, конечно, рисовать полноценные картины, изменять их и переносить стиль картин. Вы научитесь решать задачи обработки текста. Как сопоставить слова по их смыслу, найти похожие или наоборот. Как понимать текст и его смысл и делать выводы. Например, отличить спам-письмо от неспам. Как автоматически создавать текст, писать стихи и многие другие. Также вы научитесь работать со звуком и речью человека. Поймете, как автоматически писать музыку, распознавать или наоборот синтезировать речь. Конечно, мы поговорим о безопасности искусственного интеллекта. Увидим, что можно обманывать нейронные сети и как от этого защититься. А самое главное, мы научимся все это программировать. В результате вы получите новую квалификацию программиста в области цифровых компетенций, искусственный интеллект и машинное обучение продвинутого уровня. Но придется потрудиться. Продолжительность 9 месяцев, трудоемкость 360 академических часов, 54 часа лекций, 108 часов практических занятий и много 186 часов самостоятельной работы. Программировать будем на языке Python и использовать его в библиотеке. К концу программы вам предстоит защитить выпускную квалификационную работу по актуальной теме от нашего партнера – лаборатории наносемантика, ведущего разработчика речевых технологий на базе искусственного интеллекта. Вот только некоторые из тем. Классификация степени деградации межпозвоночных дисков по МРТ-снимкам с помощью компьютерного зрения, разработка системы классификации животных на основе изображений, а также темы, связанные с финтехом и информационной безопасностью. Мы ждем вас на программе! Продолжение следует... Продолжение следует...